Музыка Итак, еще раз повторю тему нашей сегодняшней работы. Она связана с проявлениями архетипа Тринстера в современном социо-культурном поле нашей страны, Украины. На фоне происходящих событий, это достаточно очевидная ситуация, действительно имеет место проявления, причем достаточно широкомасштабное, связанное с этим аспектом объективной психики. То есть хочу подчеркнуть, что речь идет именно о психических явлениях, которые так или иначе проявляют в согласовом сознании и в бессознательном. И очень важно понимать то, что к этому пространству, к этому социо-культурному полю, так или иначе имеет отношение к каждому. У каждого человека, у каждого эго есть определенное отношение. К этому аспект существования души, коллективного бессознательного. И есть доступ к этому ресурсу, или то отношение, которое делает этот ресурс не ресурсом, а наоборот чем-то деструктивным, разрушителем. Вот об этом мы и поговорим. То есть вот это этнокультурный слой бессознательного. Возможно, что-то даже посередине между коллективным и индивидуальным бессознательным. Итак, о чем, собственно, идет речь, когда мы говорим об архетипе Трикстера. Трикстер — это трюкач, Трикстер — это шут, Трикстер — это овреки, Трикстер — это клоун. И к нему нужно уметь очень серьезно относиться. Поскольку, поскольку базово есть хтонические ритуалы, хтонические, скажем так, аспекты существования древних культур, в которых именно смеховые обряды обеспечивают возможность перехода из одного состояния бытия в другую, или в состояние небытия. То есть архетип, по принципу, очень тесно на самом деле связан архетип смерти и возрождения. Архетип перехода из нынешнего дистанционного состояния в другое дистанционное состояние. И этот переход бывает весьма, скажем так, кризисным. Но все-таки базовые, простые элементы, определяющие отличительные черты Трикстера. Игрок, не признающий правила. То есть он может идти на какие-то клиники, может идти на какие-то фокусы, может идти на что-то такое веселое, но вместе с тем развивающие шаблоны. Лицедей, шум, то есть он склонен именно к актерству. Он склонен к драматизации эффекта, он склонен к тому, чтобы вести такую эмоциональную самопрезентацию, вовлекать людей в это и так далее. Может показаться глупцем, но талантлив и умен. Можно говорить о том, что вот такие представители народного фриклора, как, ну не знаю, «Вамочка-Дурачок», например, и многие его проявления в различных сказках, как они на самом деле персонифицируют некую мудрость креативности, которая действует вне соответствия с общими принятыми снижениями и поэтому производят впечатление, извините, дурости, но на самом деле по итогу оказывается успешной, что у многих людей очень много шокирует. То есть вот в этом тоже есть очень важный аспект поведения Трикстера. Далее. Он амбивалентен. Амбивалентен именно потому, что имеет очень непосредственное отношение к тем самым бессознательным проявлениям, поскольку в нем часто сменяются противоположности и рациональной стабильности системности в структурности особо не наблюдается, потому что она ему чужда. Поэтому он может быть и комичен, и критичен одновременно. Он может и проявляться в драматических образах, в глубоко каких-то вот насыщенных эмоциями негативными, и в комических образах тоже. Такие вот у него могут быть визуальные проявления. Вот такой вот лисеныш, в случае, который собирает вокруг себя зверей, веселит их, шутит с ними и проявляется позитивно, конструктивно, хорошо. И вот такой вот архетик Трикстера, который может быть связан с теневыми моментами. Вот как могут происходить теневые моменты, это мне кажется достаточно важным, постольку поскольку, если проявления архетика Трикстера вызывают у меня сопротивление, вот у меня как у Эббл, то есть мне не нравится, как он сейчас фокусничает, или как он сейчас шутит, или еще что-нибудь, то получается так, что я его вроде как от себя отрядаю и ухожу в другую крайность, о которой мы еще поговорим. Но по мере того, как я в эту крайность ухожу, у меня формируется напряжение в области этого самого Трикстера. Именно в этом напряжении, в негативном напряжении, я его же и проявляю. То есть я не в состоянии полностью от него отделиться от Трикстера, я все равно проявляю вот свои злости по отношению к нему, свои, может быть, даже ненависти к нему. Я его проявляю. И та крайность, с которой я ухожу, в ней тоже есть негативная составляющая, которая при таком отношении к Трикстеру я на Трикстера проецирую. Вот это очень интересный психодинамический нюанс. То есть, как известно, Юн говорил, что фонетическая привязанность к чему-то это сверх компенсированное внутреннее сомнение. Это сомнение может быть связано с негативными моментами того, во что я свято верю. И эти негативные моменты я склонен прорисовывать туда, где у меня сконцентрирована агитра, зачарование, нервность и так далее. И вот в этом своем проявлении Трикстер может быть в тени и, соответственно, сосредотачивать в себе те вещи, которые существуют у меня в тени. Противоположностью Трикстера, Шута, является монарх, король, царь-батюшка. То есть, это то, что в психике человека формируют, ну, допустим, в маскулинном аспекте, понятно, что к нему есть в первую очередь, имеет отношение, стремение к власти, первенству, доминированию во всем. Монарх дает мужчине силу брать на себя ответственность, принимать важные решения, покровительство и заботиться о близких. Но монарх может делать мужчину деспотичным, авторитарным, жестоким, самовлюбленным, некритичным. Архетип монарха еще один источник мужской агрессии, но в этом случае агрессия как реакция на неповиновение, неподчинение, несогласие другого. То есть, получается так, что король содержит в себе очень мощное основание порядка, очень мощное основание рациональности, системности, возраста, созренности, того, что обеспечивает власть, защиту и так далее, и так далее. Но, если он слишком сильно увлекается этим образом, и его самодостаточностью он может перерасти в деспотизм и хранение. И, соответственно, эта вот самая гиперответственность может привести к тому, что этот образ инвертируется, причем в себе он этого не признает, но лучше спроекцирует на другого, лучше всего на свою противоположность, а именно материста. Вот в таком соотношении они могут находиться. Причем образ короля, он все-таки ближе к той систематичности и рациональности, которая свойственна, собственно, развитию эго и нашего сознания. Образ Трикстера ближе к бессознательному. Бессознательное все же по своим психидомедическим полномочиям существенно превышает сознание и эго. И если эго куда-то очень сильно уносит в одну сторону, то бессознательное компенсирует это со своих страхов. Еще раз хочу подчеркнуть, каждый из нас имеет к этому отношение, вне зависимости от своего, скажем так, сознательной своей позиции по отношению к этому. И сейчас я бы хотел, чтобы мы уделили некоторое внимание простой вещи. Возьмите вот на листочке, где вот здесь идет две колоночки. Две колоночки и в одной колоночке напишите второй, а в другой напишите шутку. Или монарх и пенсов, то есть как угодно. И сейчас в каждой колоночке я попрошу вас сделать первую вещь. Те ассоциации, которые у вас возникают с королем, прописать в колонажке король. И те ассоциации, которые возникают у вас с шубом, прописать в колоночке шуб. И вот у нас проходил еще король. Такой может быть красавчик-король. Такой может быть царь небесный. Или может быть игрушечный король. Вот. Так как я его забежал. И вот в других произведениях часто обмениваются эти пары. Например, я в свое время под густковым возрастом увлекался произведениями Александра Дюма. И там вот цикл произведений, таких как графиня Де Монсорок, Королева Марго, 45 и так далее. Там фигурирует такой тарапич Шикоп. Вот. Очень на самом деле мудрый шуб, который очень помогал своему правителю остаться на троне. Он однажды стал королем, когда... Ну, притворился, что он король, у которого он был шубом. И написал указ по своему отречению от престола. Вот так и подписался. Шикоп первый. Вот. То есть на самом деле эти две фигуры, король и кишут, они могут быть очень даже взаимодополняющими. Им незачем конфликтовать. Но на уровне сознания сознание что любит? Сознание любит дихотомию, то есть деление на два полюса. Это хорошо, это плохо. Это рационально, это нерационально. Это по-взрослому, это инфантирует. Это трусость, это сила. Ну, это... Отлично. Отлично. Хорошо. А теперь у меня к вам следующее предложение. У нас тут немножко нечетное количество, но тем не менее, я бы хотел, чтобы вы в парах друг с другом просто поделились. В какой форме? Чтобы один рассказал другому о том, что у меня в колоночках, а второй рассказал первым. А потом, так сказать, огласим обратную связь. У нас тут как-то получилось, что и голова шутка, и такие положительные георды, и в принципе, дополняющие друг друга. Ну, сила, у нас мудрость, это знание, структура, закон, достоинство, честь, величие. Это у нас монарх. Монарх. Либо-либо-либо-либо-либо-либо-либо-либо-либо. Отсутствие рамок, ответственность, серый кардинал, внутреннее знание и честь. И ответственность тоже у других стране есть? Конечно. Причем гораздо больше, чем у короля. О, вот она как. Спасибо большое. Стендер. Спасибо. Кто живет? У нас тоже у вас так мы услышали. Я, например, писала имена приводательные, а Ольга Лидовна писала имена существительные. И у вас тоже так, да? Привет. И у нас монарх. Властный, умный, хитрый, коварный, обеспеченный, руководящий. Власть, правило, строгость, прогнозированность, структурированность и ответственность. А Твикстер веселый или грустный, смешной, подвижной, 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 легкой, саркастичными и промысленными. У меня свобода, веселье, спонтанность, безрассудство, игра, бонт и витальность. Спасибо большое. Какого? Ну, вот я, славаюсь. Ну, у меня парно вышло, да? Что, король, твикстер, творчество, деспотия, агрессивность, избалованность, любовь, авторитарность. Ну, в общем, качели такие, да? То есть, на крайности, а другое. Вот. И очень интересно. И мне очень понравилось, как к коллегу подошел. Тоже такое интересное. Ну, у меня, если парно дать, то авторитарность и гибкость, деспотичность и интеллект, роскошь, простота и трагичность и лобби. А, трагичность и лобби. Ну, нет, трагичная пара. Спасибо большое. Спасибо. Правила, роскошь, законопослушность, трусость, рамки, мудрость, правила, норма, строгость, рамки, партериация, слововость, дисциплина и деспотичность. Терекстр, свобода, веселье, маска, беззаботность, вседозволенность, открытое хамство. Мудрость, креативность, усилие, эгоистичность против правил, развитие тивертипы, широкому гряду, гуличи и артии. Спасибо. Как можно? Хорошо. Для меня, наверное, помимо всего прочего, очень важно то, что Трикстер, он ходит по песне, то есть это изначальный ноль. Он, таки себе, чудовое украинское слово, блазень, притом умеющий применять на себя любую маску, не становясь этим. То есть для меня это какой-то изначальный потенциал. И королю и Стрикстера еще нужно выкрастеризоваться. Больше монах, наверное, отличается желанием, наоборот, ограничить что-то. Монах говорит, моя территория, чужая территория. Мои люди подданные, другие, брак, например. Опять же таки, он требует подчинения. И опять же таки, общее, но разнонаправленное, это воля к власти у одного и у второго. Ну, а вот как-то. Спасибо. Как у вас? Король. Игральные карты. Красивый мужчина, ставший средних лет, мужественный, сильный, властный, однозначный, карающий, вознаграждающий, справедливый, любящий, влюбляющийся, раскованный в длине в себе. Шут, кривяне, времасничание, смех, страдания, монетки, маска, загадка, тайна, смех, жизнь, драма, трагедия, рябящиеся, слезы, униженные, замкнутые, джокер. О, спасибо, Игорь Михайлович. А спросите, как у вас ситуация? Ну, вообще тоже. Главный, мудрый, деспотичный, руководитель тиран, только что король. А этот блазливый, саркастичный, уверенный, здесь учат драма, наивный. Ясно, как у вас ситуация? Как у вас ситуация? Ну, у меня, может быть, на фоне окончания «Игры престолов» все короли автоматически ассоциируются с «Игрой престолов». Я могу зачитать. Пожалуйста. Авторитарность, месть, война, вино, ответственность, дикий огонь. Это специфическая субстанция, которая очень сильно взрывалась и сжигала все вокруг. Это тоже в «Игре престолов». Власть, яд, разум. Шут, тут одинаковое количество слов. Яркость, танец, океан, поток, знания, разбитый бокал, стек, провокация, мудрость. Спасибо. Вы что-нибудь скажете? Могу сказать. Но я по типологии «Игры». Можно? Разумеется. Ну, Порошенко – рациональный логик, сенсорик, экстраверт. Зеленский – рациональный логик, интуитик, интроверт. Они в миражных отношениях. В миражных отношениях. То есть, вы четко по сенсорике. Простите, а вы пишите, пожалуйста, психотип Порошенко. Рациональный логик, сенсорик, экстраверт. Рутинный уровень принятия решений. А у Зеленского – инновационный уровень принятия решений. Хорошо, спасибо огромное. Ну что ж, теперь смотрите, что я предлагаю сделать расследующее. Еще раз более, так сказать, развернуто о психодинамике взаимоотношений ЭКО и архетипической сферы психики. В частности, вот, короля Шута. ЭКО, оно само по себе изначально из бессознательного, грубо говоря, рождается. И для того, чтобы это сделать достаточно адекватно и достаточно мощно, нужно для себя определиться с выбором позиции. Она должна быть четкой, она должна быть целостной и она должна быть однозначной. В этом рациональность логика развития, вот, как бы ЭКО. Последовательность. Если ЭКО, получается, ну, очень сильно уводит в какую-то односторонность, бессознательное что действует по принципу компенсации. Вот, очень часто бывает так, что человек себя со своим ЭКО, причем именно определенным однозначным, полностью идентифицирует. И тогда эррациональная сторона человека, она остается полностью за рамками его сознания и контроля. И именно тогда она приобретает очень большую над ним власть, над этим человеком. То же самое касается и общества в целом. Если подобные вещи происходят, то они компенсируются. Опять же, хочу подчеркнуть, что когда у меня в СИГИТЕ, или у нас в СИГИТЕ, актуализируется архетипическая структура, ЭКО в состоянии использовать ее как ресурсное. Но если в ней выражены те вещи, которые для ЭКО неприемлемы, а именно теневые вещи, ну, или о том, что, например, Трикстер может быть теневым, тогда что? Они порождают неприятие, и ЭКО еще больше идет в протест. И тогда оно еще больше подлагается деструктивному воздействию со стороны бессознательного, которое в себе, опять же, содержит все то, что ЭКО не нравится, и раскол увеличивается. Именно в этой ситуации архетипическая реальность перестает быть ресурсным. Почему я это все говорю? Потому что я хочу вам предложить одно достаточно специфическое упражнение. Вот у нас есть, кстати, да, спасибо, действительно, можно сказать, что у нас в современных политических фигурах пресинфицируются, как решет, да. Можно так сказать, со своими, конечно же, нюансами и конкретными характеристиками, но тем не менее. И у нас происходит диссоциация, ну, как бы в обществе в связи с этим, то есть вот есть, это общеизвестная, да, традиция противопоставления, уже, можно сказать, такая актуальная традиция, там 73, там, значит, 25, между ними, там, небольшая пословничка, и они друг с другом ругаются. Вот. Они именно друг на друга, мне кажется, мы друг на друга способны проецировать то самое негативное, что мы, скажем так, вытесняем в бессознательное из того, с чем мы идентифицируемся, да. Я хочу, чтобы теперь уточнить, какова была цель, вот, это набор ассоциация, это же все стереотипы. Да, это стереотипы, разумеется. Цель набора ассоциаций, она состоит в том, чтобы, в первую очередь, актуализировать этот массив, скажем так, импульсов у себя в сознании, так. А теперь, вот, следующий момент, с которым мы будем работать, это попробовать применить это к своему, скажем так, поведению, к своим переживаниям и к своей жизненной позиции, к своему, собственно, «я». То есть, насколько они у меня выражены. То есть, вот, если мы берем все-таки наше общество и его представители за 100% неусловных анасорящих и говорим о том, что речь идет, опять же, еще раз подчеркиваю, об объективной психике, и мы, так или иначе, имеем каждое отношение к этому этнокультурному аспекту бессознательного его функционирования, тогда попробуем отвлечься именно от политической реальности, от каких-то персонифицирующих фигур, а сосредоточиться именно на себе. Сколько у меня тут, опять же, если я вот 100% в своих проявлениях, то сколько у меня процентов? Трикстера, а сколько? Можно так? Просто вот, на скидочку, количество, на которые мы примем. Именно вот, этот набор, он может послужить основанием для такой прикидки. Это абсолютно условно, но, тем не менее, по крайней мере, устанавливает некое отношение своего эго с этой реальностью. Ну что ж, прошу, если есть желание, сказать, сколько угол получилось. Сорок пять, пять. В первую акцию у нас король. И 45 король, 35 шуток? Да. Спасибо. У меня 70 на 30. 70, соответственно, король, 30 шуток? Угу. 60 на 40. 60 на 40. Кроволь же? Да, тоже самая. У меня 80 с 21,8. Скажи? Монахтопосты. Скажи? Ну, у меня, наверное, треугольник будет больше, как меньше. 40 на 60? 40, да, что на 60? А у меня 50 на 60. 50? 8. Я сиду за себя. Скажи? Сто на стол. Семьдесят на 30. Семьдесят на 30. Ага, да. Спасибо. Не, ну вы будете, и так, и так. И так, и так. Солосов? У нас же ж не читали, спасибо. Шутки, как у вас? 60 на 40. 60 на 40, короче. У вас? 50 на 100. 50 на 50. У вас? От 60 до 70 на от 40 до 30. Спасибо. А я вот сейчас пытаюсь всегда посчитать. У меня получается, если я наблюдаю за своим рациональным вот аспектом, да, то, наверное, все-таки 70 на 30. Хороший шуток. А если по факту вот так вот бестрестрастно попробовать вспомнить, что я действительно вытворяю свою жизнь, то, наверное, соотношение меняется. То есть получается где-то пациентов 60 на их старая-40. То есть это… Уже не говорили, Господи. Долго это, наоборот. Да. Так у меня вышло. И да, получается так, что вот теперь можно немножко оценить свое соотношение именно с этим аспектом своей духовной реальности. Для чего это сделать нужно и можно? Для того, чтобы она стала ресурсной. Вот смотрите, насчет нашей вот этой электоральной ситуации. Ну, опять, ну хорошо, было говорить просто о себе, да? Вот у меня действительно было такое жуткое состояние, когда происходили выбор, и мне казалось, что… Ну, я не мог понять, что в коалиции, я был разочарован, у меня было даже такое состояние близкое к отчаянию. А потом я себе словил, ну, я все-таки психолог тоже существует в стереотипе самовосприятия. Зачем же я кидаюсь в крайности? Может быть, я стал, опять же, объектом манипуляции. И именно поэтому у меня возникли такие негативные, так сказать, реакции. Может быть, это манипуляция вообще… На что негативные негативные рации? На результат, на результат нашего выбора. На результат нашего выбора, то есть, ну, моя субъективная позиция, я все-таки у вас так. То есть, это я, как бы, не претендуем ни на экспертность, ни на объективность, просто, ну, вот моя позиция. Моя позиция такова. И поэтому я был крайне разочарован тем, что большинство представителей моего общества выбрали другое, и я не мог понять, как. И у меня было серьезное искушение, действительно, их за это осудить, порицать, осудить, там, на них наругаться. И я потом не понял, что, ну, это, ну, неправильно. Ну, я же психолог, надо как-то понять, что происходит, почему это происходит. И я сделал для себя определенные выводы. Я пришел к выводу, что на данный момент наибольшая опасность в обществе – это именно его раскол на этом основании. Именно. Не то, кто пришел в власти, не кто, кто там взял реванш и так далее, и так далее, а вот именно раскол, который происходит в обществе на основании того, что случилось. И, соответственно, для того, чтобы его преодолеть, необходимо понять, что ты к этому тоже имеешь отношение. Потому что ты – это я себе, да? Ты – часть этого народа, ты его представитель. И, соответственно, на этнокультурном уровне вот эта часть твоей психики объективно функционирует таким образом. То есть ты не можешь быть только 25, ты все-таки 100. А если ты себя отделяешь от одной части, то эту часть сразу вытесняешь в тень. И там, соответственно, усматриваешь все самое плохое, что ты способен там усмотреть. А мне очень понравилась фраза, которую я встретила в ленте. Мы пошутили так, как еще никогда не шутили. Никто не шутили. Это действительно так и было. Это позиция Трикстера. И я на этом успокоилась. Ну вот так пошутили. Отлично. Отлично. То есть каждый может успокоиться сам для себя тем способом, которым он способен успокаиваться, да, регулироваться. Главное понимать, чтобы это стало для меня ресурсом, мне необходимо перестать с этим сопротивляться, вот. Сопротивляться этому. Вот есть вот эта вот простая штучка, которую психологи часто показывают, чтобы объяснить, как работает борьба внутри психики. Это вот не думайте о белой лизине. Вот прямо сейчас никто о белой лизине не думает, да? Не надо. Ну пожалуйста, не надо думать о белой лизине. То есть и просто не думать о чем-то или просто туда не вовлекаться очень сложно. Надо для этого начать делать что-то другое. Вложить какую-то альтернативу. Я обычно думаю про Зеленого наверняка, чтобы не думать о белой лизине. Вот, таким образом. То есть, если ты борешься с чем-то, что происходит у тебя в психике, ты, как правило, уже проиграл. Потому что бороться с системными явлениями в своей душе невозможно. Ты только усиливаешь тем, что ты вкладываешь туда свою душу. И, соответственно, если ты искупиваешь обиду, если ты искупиваешь локацию, если ты искупиваешь разражение, страх, отчаяние и так далее, и так далее, то ты, соответственно, разрушаешь тем самым себя же. Вот, осознав это, я на данный момент пришел к тому, что необходимо интегрировать себя в этом направлении, осознать, что и то, и то тебе присуще, и понять, что же в противоположности есть позитивного. Опять же, вот те позитивные характеристики, которые мы искали и находили в трикстеры, они вполне существуют. То есть, это пространство возможностей. Это пространство спонтанности. Это пространство, возможно, чего-то неационального. Возможно, действительно смешно. Да, происходят достаточно веселые вещи. И это возможность для того, чтобы самоотределиться в этом направлении и найти, куда же мы ее. Вот, найти именно то, к чему мы в конечном направлении стремимся. И что же с этим всем нужно сделать в завершении? Вот, как я для себя вижу ситуацию. Мне кажется, можно попробовать поискать образ, который интегрировал бы трикстера и короля. Вот именно задуматься над тем, какой образ, какая фигура могла бы объединить их, единое целое. Для того, чтобы адекватно интегрировать ресурсы, которые содержатся и в одной другой фигуре. Вот я вам предлагаю подумать в этом направлении. Тут у меня в презентации как бы есть немножко вариации на тему. Например, вот такое вот божественное дитя, тоже один из архитипов. Веселый, но в короне. То есть, такой достаточно веселый инфант, облеченный властью и способный на какие-то жизнетворческие свершения. Это может быть тот самый Один или Ватан. То есть, Еленский вполне объединяет. Да, может быть, Еленский. Для каждого своя фигура может быть объединяющий. Ватан, который пожертвовал даже одним из своих глаз, причем правым. То есть, возможно, именно своей рациональностью он пожертвовал. Если мы говорим об асиметрии, да, больших повышений головного мозга. То есть, правый глаз, правая часть тела, за него отвечает левое повышение, которому свойственно регулировать логику и так далее. То есть, он ради высшей мудрости пожертвовал, возможно, рациональностью. Ну и может быть, может быть, как вариант, это может быть такой вот себе мудрец, который уже преодолел свое стремление к власти, преодолел свое стремление к шуткам или к фокусам и уже вышел на совершенно другой трансцендентальный уровень своего существования. В данный момент я предлагаю каждому для себя придумать такую фигуру, которая бы могла в образе интегрировать противоположные тенденции короля и шута. Это могут быть абсолютно разные фигуры. Вплоть до того, что это, да, реально может быть реальный человек. У кого Зеленский, у кого нет. Как он шел, а потом подсказил и поцеловал Кашеву. Классно! Прямо выселил. Просто супер. И на самом деле, опять же, если говорить многие вот вещи, я сейчас себе останавливаю, потому что я знаю, что это фонит нового его. На самом деле. Потому что у меня есть очень негативные моменты, я стараюсь их не высказывать. На самом деле, все-таки одно вещь я так и скажу. Дело в том, что если ты совпадаешь как человеку, совпадаешь с проявлением архетипа, это для тебя очень важно. На самом деле. Вот в свое время Карл Густов-Юнг, он достаточно много писал о Ватане и о том, как этот Ватан, как архетическая структура, актуализировался в немецком национальном духе. И он таким образом поддерживал то, что развивалось в Германии на момент, когда Гитлер еще был в величайшем в ее истории политики. Вот. Но что произошло в итоге? Инфляция личности. То есть, когда человек считает, что он совпал с духом народа. И когда человек именно в себе ощущает вот эту божественную мощь и себя с ней инфляцировал. Это очень деструктивный момент для своего личности. Потому что выдержать это колоссально сложно. И если ты попадаешь в эту ситуацию, нужно очень четко уметь отличить себя от той фигуры, которую ты услышал. Мне кажется, один из вариантов, почему вот так вот у нас сложилась ситуация, потому что человек, обреченный властью, в конечном итоге, он не может отстраниться от того, с чем он себя идентифицирует в этом контексте. И он слишком сильно начинает с этим совпадать и, соответственно, слишком сильно односторонне себя вести. И тогда актуализация противоположных тенденций, она просто неизбежна. И сам чем-то пристав. Ну, каждый так или иначе пристав, скажем так. Вот. Вот такая штука. Поэтому Владимиру Александровичу я сочувствую. Перед ним стоит очень тяжелая задача. Ну, это отдельный разговор. Есть образы? Нет, мы заслушались. А, ну, тогда, пожалуйста, я вам дам время. Да, то, что мы придумали. А можно пример привести? Потому что для меня, например... Ну, я считаю, что... Ну, вот мудрец. Это может быть в плане, ну, как ребенка или, ну, вот, как для меня, да? А противоположные, ну, вот, как бы. Для меня это на тот момент та фигура, которая сливается ее с противоположностью. Мудрецу впоследствии тоже может найти противоположность. Но сейчас задача именно интегрировать исходное противоположность. Не знаю, я загугли. То есть мудрецы, они шутники, еще те, на самом деле. Вот, но и системы, они бывают очень главные, особенно в духовной сфере. Поэтому, как вариант интеграции вполне. Еще есть одна притча. И человек, который попал на слух Божий, и спрашивает Бога, в чем был смысл своей жизни? А Бог говорит, слушай, ты помнишь, как ты был в одном кафе, и там девушка попросила тебя принести кофе, и ты принес. Да-да, припоминаю. Так в этом и был смысл твоей жизни. Да. У спиноза есть так называемая 27-я теорема об этике, о том, что каждая вещь имеет свое предназначение. У братьев Стругацких это вырано в форме целого романа. Человек, который, не желая зла своим врагам, тем не менее своим присутствием обуславливал их смерть, всю жизнь искал высокий смысл своей жизни, вплоть до того, что решил, что он призван стать президентом, спасителем страны. А оказалось, что смысл его жизни состоял просто в том, чтобы он был рядом со своим другом. И обеспечивал возможность выживания другу при условии угрозы этого другу со стороны других людей. Вот и вся функция. То есть, на самом деле, свое предназначение мы, разумеется, не знаем. Это очень сложный вопрос, но если мы его выясняем и осознаем, это, конечно, колоссальное счастье. Ну, а нам предлагали вернуться в субъективе к формированию интегрального образа для шутера и карьера. Есть такой вариант? Зеленский, другому, у меня на другом. Вас я помню, да. У меня вот, да, попрошу. Искатель в картах, пора. The hand. The hand. Искатель в картах. В колоде райдера вы. Ух ты, супер. Спасибо. Можете определить его характеристику? Сложно сказать. Я помню картинку. Вот. Ну, значение, оно больше как-то интегрировано внутри, так я его слова не оформлю. Человек стоит на облаке, ну, в таком, как, одеянии средневековом, наполовину в капюшоне, с бородой и с панарем на фоне серых каких-то облаков. Вот. Такой больше средневековый. Спасибо. Это круто. Кстати, на счет тревог листовых у меня еще катерий онлайн-дестр напрашивается. Ну, похож. Он как-то… Ну, король не знаю, но он и шут и мудрец в моих глазах. Да, и шут и мудрец. Вот. Король из него… Вечно не теснится, да? Как бы я жил в алкоголе, в котором он был теснится, погибли, да? Посмотревшим лиц к этим словам. Ну, я не теснится. Может быть, он в алкоголе, да? Может быть, он в алкоголе, да? Как мудрец в поэт и любитель… А ну, терапия, да? Терапия. Да, терапия. И не навредец, с какими растениями. Монах из Кипании Робин Гуда. Братинский. А, Братинский. Точно. То есть он и шутник, он и воин, он как мудрец. Он властный человек, да? Да. Отличный пример. Ну, это Мэрбин. Он какой-то… Как вариант, да? Ну, что, как бы, он и может сделать все, да? И в тот момент, да? Ну, как бы, другая его часть, да? Которая говорит, как одежку… Ну, я не могу сказать, что он прям такой весь… Рациональный, что ли, да? То есть в нем есть, таки, такая часть, да? Которая… Ну, это протокол какое-то… Детское волшебство, да? Когда, ну, там, используется, да? Как образ чего-то такого поддерживающего, именно там, подростков, еще кого-то, да? Что какой-то образ, ну, такой двоечный. Спасибо. Ну, это в моем восприятии. Ну, у меня это образ королевича, да? Это, ну, как бы, принца. Нет, я тоже делала мастер-класс, он назывался «Король и шуты». И вот там… Только я сводила к частям музыка, да? То есть «Король» – это префронтальная зона, лобная отдела мозга, да? А «Шут» – это олимбическая система. Вот такие интересные. Да, и мы писали сказку, да, в которой принца воспитывал и «Король», и «Шут», и потом он остался один возглавлять королевство, да? То есть это должен был быть интегрированный образ, объединявший в себе вот эту строгость и структурированность отца, и легкость «Шута». То есть интересные были такие сказки. Спасибо. В чем варианты? Ну, у меня как-то… Вот два варианта. Либо «Абсолют», ну, в принципе, все объединяет. Да, это он есть. И, да, «Король и шут». И либо вот «Гэндальф Белый», когда он уже в той ипостаси, и тогда «Серый», да, потому что когда он «Серый», его все-таки еще беспокоят какие-то моменты, да, то во власть он играет, то наоборот он там шутит, не совсем как бы уместно. А уже когда следующая ипостасия была, да, ну, там природная, то она, наверное, это объединяет как раз и «Короля и шута». Супер. Где он был? Посидел. Для меня это Джек Парадей. Ну, то есть это просто огромнейший шут, который может оказаться в любом мире, в любом пространстве, да, и выйти оттуда с помощью именно того, что он не боится туда попадать, и даже вот интересно. И опять же таки он имеет определенную власть, он имеет свой корабль, но он заинтересован только в своей личной выгоде. То есть у него есть люди, которым они подчиняются, да, на… Капитан Джек Парадей. Да. Тем не менее, как бы, они все, да, ну, вообще русло идут. Спасибо. Джек Парадей. Почему нет? Что же там за социокультурное пространство? Что-то нет ни украинских именов почти, ни российских, славянских, скажем так. Какого пошли? Да. Появилось. Да. Появилось. Слышите. Причем сначала был бы утрец, а потом он как-то перелетился мне в имя. Да. Тоже? Защуплено мало. Такие печка у меня такая… Да, вообще… …вполне зарубленная. Да. Креативные, в то же время все услышалось. Ну, в общем, такое… Спасибо. Еще какой-то такой момент интересный дурак. Опять же такие шутки, твиксеры. Они зацикливаются на последствиях, то есть они его не особо волнуют. Ему интересен процесс, на цели. То есть… А король наоборот? Просто он интуит, он интуитивный. В общем-то он понимает, что такое цель и что будет. Он понимает, да. Но у него нет каких-то жестких вот… То есть он делает это из какой-то определенной игры, но говорит, что ему сама игра поцельна. У него как-то там интерес. Грехов моих из благославки на троек, а цель и процедуирует. Ну… Есть у Вас вариант интеграции короля и шуток? Нет, только зашла. А, интеграции короля и шуток? Ну, в сказках очень часто тот, кто был шуток, становится королем. Тут же не мере, я услышала, что его озвучили. Тот же Иванушка Бурачок. Тот же Иванушка Бурачок, да. Тот же Иванушка Бурачок, да. Тот же Аладдин и прочие товарищи. У меня ассоциация на самовыражение Зеленского. Он редактор, прирожденный, поэтому вот такая у меня ассоциация. А, редактор. Который шуток вместе дает хорошего и эффективного редактора. Я бы хотел немножко откомментировать теперь вот эту архетипическую структуру с точки зрения того, как я понимаю концепцию, изложенную Карлом Густрофом Дюнга в его книге «Психологические титлы», там, где он трактует соотношение двух фигур – Эпиментея и Провитея. Братьев Титанов изначально в мифологии. Но их соотношение было очень интересно обыграно в произведении поэта Шпиктеллера следующим образом. Эпиментей был властителем, монархом. Он делал все правильно, все как положено. Он делал все в соответствии со стандартами. И всем это нравилось, всем это устраивало. Вот. А его брат Прометрий, он постоянно что-то искал. Искал какие-то новые возможности, искал какие-то новые варианты. Неожиданные, спонтанные, странные. Вот, неподходящие с точки зрения общественной морали на то, чтобы их можно было реализовывать повсеместно и так далее, и так далее. И поэтому он часто подтверждался осуждению или еще чему-то. И в конечном итоге наибольшей, скажем так, остроты, вопрос противоречия типов, выраженных Эпиментеем и Прометеем, достиг тогда, когда был открыт ящик Пандоры. Потому что из ящика Пандоры появилось что-то вообще непонятное. И с точки зрения привычных стереотипов, совершенно невообразимое. Они как у нас сейчас. Вот, то есть, да, трансформационная процесса с непосредственными последствиями. И то, что появилось, в конечном итоге, оно было никому не ясно, никому не, так сказать, адекватно даже непредставимо с самого точки зрения, но в нем, грубо говоря, было что-то. Было то нечто, которое в себе содержало что-то спасительное и что-то сопоставимое, опять же, с образом такого спасительного огня божественного и так далее, и так далее. О чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что Юнг, вот таким вот метафорическим образом, кстати, Штепеллеру не подарил. Юнг ему эту книжку подарил. Он на одной из своих реакций по эстетике сказал, что мое произведение содержит в себе не больше смысла, чем песенка пришла без сна траля-ля-ля. То есть не всем писателям, поэтам, а вообще творцам нравится, когда психологи это все анализируют. А Юнг говорил о том, что здесь речь идет о возможности формирования объединяющего символа, объединяющего символа, который в себе может позволить реализовать ту самую трансцендентальную функцию, которая способна интегрировать функционирование всех остальных аспектов психической реальности. То есть осознанно это сделать крайне сложно. самому принять такое решение и вот сказать, я сейчас буду реализовывать трансцендентальную функцию. Это невозможно. Надо иметь дело именно с объединяющим символом. Надо себя во что-то такое направить. Надо создать этот образ. И вот я считаю, что один из вариантов этого создания – это интеграция образа, способного совместить в себе крайности, выраженные королеву шту. Вот. И это, мне кажется, если в этом направлении себя развивать, то этот символ может стать очень ресурсной в ситуации, потому что, вот чисто моё впечатление, на фоне происходящих событий резко увеличился потенциал возможностей найти в этой ситуации именно себя. Именно себя со своим творчеством, со своими возможностями и со своим выбором. Потому что, на самом деле, то, что происходит, оно часто действительно национальной отработке вообще никак не подлежит. И, соответственно, ты туда вписываешь именно свои сносы. То есть, то, что ты там увидишь, то там и произойдёт. То есть, этот свой выбор – это такая очень интересная стимульная карта, неопределённая, как в проективных методиках. И, соответственно, можно делать свой выбор и идти в этой ситуации своим путём. И искать какие-то свои выражения. У меня, вот, например, произвело впечатление то, что вы сказали, относительно вот отсутствия в наших ассоциациях чего-то исконно нашего, я почему-то в «Дожди Бога» вспомнил. Вот «Дожди Бог» у меня очень хорошо в себе совмещает и способность быть весёлым, жизнерадостным, витальным, спонтанным и так далее. И, вместе с тем, способность властвовать, способность устанавливать порядок, систему и тому подобное вещи. Вот как-то так. Учитывая, что у нас ещё 10 минут, я с радостью отвечу на вопросы, если ты говоришь. А я позже пришла, я не хочу разрушать поле, я просто хочу сказать вот про свои ощущения, то, что касается вот политической ситуации сейчас, не про политику, а про своё внутреннее, у меня был вполне определённый выбор, за кого я хотела голосовать и за кого я точно голосовать не хотела. И когда я анализировала, что происходит во моём внутреннем мире, я для себя, например, чётко понимала, что если там, скажем, Порошенко у меня ассоциировался с патриархальностью, стабильностью, с каким-то консерватизмом, я понимала, что это внешняя оболочка, в которой я могу проявлять своё творчество. А Зеленский ассоциируется с креативностью, с творчеством, с какой-то непредсказуемостью. И мне, как человеку творческому, ещё и внешний мир такой творческий, он просто очень тяжело, я там не могу себя встроить. И теперь я понимаю, вот я согласна с вами, Владислав, на тему, что это время себя проявить. Я понимаю, что если уже так, внешняя оболочка стала вот именно такая, то, наверное, я могу обратиться вот к этой своей консервативной части, которая перестанет вот направо и налево продуцировать идеи, а займётся и напишет там учебник, например, один, второй, третий, да? Как-то более системно к этому подойдёт. И вот для меня, когда мы с вами обсуждали, вот эта вот часть стала очень понятна. И я понимала, что меня раздражает в выборе большинства, именно вот эта креативность и спонтанность, которая у меня своя фонтанирует, я не знаю, что с ней делать. Вот. И теперь я понимаю, куда я могу направить свой ресурс, поскольку внешний мир я сейчас именно таким воспринимаю. И моя трансцендентная функция как раз про то, чтобы, ну, устабилиться, так скажем, законсервироваться, да, как-то стать более такой вот структурированной. Ровно вам спасибо за комментарий, поскольку он связан с ещё одной иллюстрацией, которую я хочу вам предложить. Вот, в первую очередь, он как провисательница из мира Викинга. А, да, да. Это Рагнарёк. Рагнарёк — это скандинавский конец света. Скандинавский конец света, он же смерть богов. Когда актуализируются некие волки, там, фенрир и все прочее, змеи и так далее, и идёт схватка между ними и бога, в которой многие гибнут, ну, это если условно. К чему я это говорю? Я это говорю в том, что у меня есть ещё одно предположение. Я, конечно, думаю, что, возможно, это даже результат немножко аутоманипуляции. Возможно, это результат того, что всегда есть вот возможность объединиться при угрозе извне, при угрозе внешнего врага. Вот мы недавно с коллегами сидели, значит, в кексе праздновали День психологов. То есть вот эта идея нас как бы объединила вне зависимости от всех остальных, так сказать, ну, из песни слов не выкинешь, извините, всех остальных наших противоречий. То есть если есть внешний враг, то объединиться против всегда проще. И, возможно, то, что я сейчас буду говорить, извините за эту приемную развернутую, связанное именно с моим страхом этого внешнего врага. Но мне кажется, что врагной веке в конце света, вот веке тот, который мог бы выражать в этой системе координат Трикстера, он же ж играет совершенно не главную роль, а играет главную роль волки. А для меня именно волчья природа агрессора, который, ну, сейчас будем так говорить, нам угрожает, она все-таки является выливающей. И мне кажется, даже вот то напряжение, которое сейчас нагнетается в обществе, и которое в худшем варианте может привести вплоть до каких-то там гражданских столкновений, оно тоже извне очень хорошо подогревается. И очень надо остерегаться того, что это в результате может привести вот к этому самому Рагнарёку. Но сначала этот Рагнарёк происходит в голове у каждого, кто подвергся этой опасности. Как помните слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца», да, вот где разруха? Тут разруха. Если я начну, извините, обучиться мимо унитаза, у меня в туалете возникнет разруха. Вот так и у нас тоже. Рагнарёк возникнет в том случае, если мы его у себя в сознании допустим. Вот. А в противном случае, разумеется, ничего подобного не произойдет, а наоборот у нас есть возможность выхода на новый уровень стабильности по принципу компенсации, который универсальна в деятельности психики, по тому же Карлу Густеру и на новый уровень порядка, который рождается из того же хаоса, порождаемого эффектом Трикстера. Очень важно понимать, вот я хочу привести просто еще одну, мне просто лично она нравится, историческую аналогию. В свое время, товарищ Уинстон Черчилль, господин, извините, оскорбился бы, он что? Он очень помог народу Великобритании в победе над фашистскими захватчиками. Ну и не только народу Великобритании. И что произошло на выборах, когда война закончилась? Выбрали это, а не его. Почему? Потому что достался кровь, пот, слезы, вот, война какая-то с врагом. Истощающая, вот эта смерть и все прочее. Ну неприятно, люди устают от этого. И вот мне кажется, что если искать вот эту глубину бессознательного причина происходящего, то очень мощный момент детерминации состоит именно в том, что действительно война и люди в этом войны. Не хочется больше об этом думать, не хочется больше этого делать, быть в это включенным. Потому что это такой тонетический аспект жизни, если мы возьмем первинные позыбы по Фрейду. Именно тонетический. Хочется чего-то более эротического, чего-то красивого, чего-то милого, чего-то обаятельного, чего-то веселого, чего-то радующего. Правда же? Вот. И вот Дмитрий Самович, он все возвращает. Он сам сказал, что это моя миссия людей веселить, радовать и, так сказать, возвращать себе это все. Ну так и получилось. Но только вопрос в том, что это и после войны. У нас тут ситуация немножко другая. И, соответственно, если пытаться… Ну вот в чем еще такое вот очень опасное состояние? Ну противоречие. Если пытаться вот эту возможность, которая неопределенная, вложить именно конкретные ожидания, многие и разные, то какие-то из них точно не существуют. И, соответственно, если помнить о том, что воюющая страна может рассчитывать на победу только, если будет помнить, что есть пот, кровь и сведор, ну вот это очень важно. А если считать, что вот мы вот как-то вот выйдем на другой уровень, как-то договоримся, как-то вот пошутим и все остальное на свои места, ну это может далеко завести. Но это вот мое субъективное как-то, да, впечатление. И, соответственно, то, что происходит, оно связано еще и с этим. С тем, что Терус, он старается превозобладать над Тонатасом. Так что, Палышенко был Тонатас? Палышенко был Тонатасом.